Друзья, всем привет! И это не кликбейт. Скидок больше нету, но машины начали делать накидки. Август 2020 года, наверное, самый худший месяц для покупки нового автомобиля. Почему? Я расскажу обо всем по порядку в этом видеоролике. Откуда я беру всю эту информацию? Напомню, я занимаюсь помощью в покупках новых автомобилей, поэтому я покупаю разные автомобили. У меня нет какой-то одной марки, там BMW, Toyota, Kia. Я покупаю разные машины. В целом ориентируюсь по рынку, что сейчас происходит. И с вами хочу поделиться этой полезной информацией. Я не буду размазывать кашу по тарелке и постараюсь все донести до вас за 10-15 минут. Но прежде чем мы начнем, маленькая короткая реклама, и мы переходим к основной теме выпуска. Что, хочешь БиКью? На, держись. Держу. Купи телевизор БиКью со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Давайте обо всем по порядку. В июне этого года я снимал подобный сюжет, где рассказывал, что после пандемии, как только сняли все запреты на передвижение, скачки продаж просто-напросто выросли. Везде в автосалонах начали выстраиваться очереди. Люди действительно сметали все автомобили. После чего аналитики некоторых компаний, я не буду их называть в силу того, что очень долго перечислять, сделали следующие выводы, что если дилеры будут продавать с такими же темпами автомобили, то уже к середине августа у многих из них нечего будет продавать. Что они сделали? Июль, к слову, прошел тоже идеально. Многие тачки просто-напросто разлетались точно так же, как в июне. Но подчеркну, что это происходит далеко не у всех марок. У некоторых модельный ряд действительно большой, а у некоторых выбрать-то не с чего. Например, Cadillac или Audi. У них раньше были А4, сейчас машин практически нету. Уже, наверное, на данный момент вообще распродали. Купят их нету. В общем, модельный ряд падает. Остаются только либо дорогие машины, либо совсем дешевые, которые также особо не востребованы. Поэтому в этом ролике основная задача донести до вас суть происходящего. И вот уже к концу июля начала приходить информация, что скидочки начинают все больше и больше урезать. И на август ждать каких-то хороших предложений не стоит вообще. Вот давайте я с вами пройду по масс-сегменту. Смотрите, отечественные автомобили Lada 1. Далее, Kia 2, Hyundai 3, китайцы. В общем, любые вот эти вот машины, которые до полтора, ну максимум до двух миллионов рублей, ждать на нее скидку сейчас не стоит вообще. Все те, кто ищут автомобили, сами подтверждают эту информацию. Звонят по дилерам, есть машина, машины есть, но их очень мало. И на основании этого дилеры предлагают людям купить автомобиль со скидкой. И даже у меня для вас есть живая зарисовочка, как это все происходит. Давайте ее посмотрим. Так, друзья, мы с вами перемещаемся в довольно-таки шумное место. Что нас здесь встречают? Новые Шкоды, парни, посмотрите. Вот так вот, одна за одной стоят машины на подготовку для выдачи. А вот это вот наш Шкода Кодиак, который мы сегодня будем покупать без скидок, а с накидкой. Как это выглядит? Давайте присядем в автомобиль, и я вам все расскажу. Ну, смотрите, во-первых, у нас очень интересная комплектация. В силу того, что она относительно базовая, но с рядом доп. пакетов. Как видите, вообще у нас стоит механика, но при этом машина имеет третий ряд сидений. Вот так вот выглядит комплектация. Можете нажать на стоп, посмотреть. Это мотор 1.4, 125 сил с механической коробкой передач. А вот здесь, собственно, расписаны все условия по покупке. Машина стоит на момент выдачи 1 миллион 872 тысячи рублей, минус 115 тысяч поддержка по трейды. Собственно, скидки от салона нет никакой. Человек эту машину заказал примерно месяц назад. Она шла еще из поставки. Так получилось, что она его полностью устроила. Машина семейная, третий ряд ему был нужен обязательно. Соответственно, когда машина шла, ему обещали отдать ее просто в розничную цену. Мы с ним пытались найти в наличии машину, потому что он хотел побыстрее забрать. На деле же, когда машина пришла, руководитель отдела продаж говорит, слушайте, ребят, спрос бешеный, машину без допов не продадим. И вот здесь очень многие люди начинают злиться, потому что, ну как так, вы нам предлагаете допы. Здесь предложили допы на 83 тысячи рублей. В реале по рынку они стоят примерно 25 тысяч рублей. То есть для дилера, ну может быть 30, для дилера это дополнительная маржа. Что делать в такой ситуации? К сожалению, ответ ничего. Вы можете пытаться идти жаловаться в представительство. Они вам никак не помогут. Почему? Дилеры это коммерческая организация. Они диктуют правила. Они видят спрос, они понимают, что он сейчас откажется, машина востребованная. Позвонят другие, приедут и купят с этими доп-оборудованием. Потому что впереди август. Как вы знаете, я вам рассказывал, что Skoda сейчас уйдет на месяц на каникулы. Соответственно, машины вовсе будет меньше. То есть список этих допов будет только расти. Поэтому в такой ситуации выход один. Не хотите идти на условия дилера? Отказывайтесь и ждете лучших времен, когда будет больше машин. И, соответственно, будут делать на них скидки. Но не забывайте, что у нас в стране цены только растут. Курс доллара сейчас растет. В сентябре планово 1-2% на Skoda по цене вырастут. И подчеркиваю, речь идет не только про Skoda. В этом ролике мы говорим с вами про разные машины. Вот эта история, этот пример. Это как копировать, вставить. Его можно применять к большинству брендов масс-сегмента в нашей стране. Идем дальше. Каждый день я получаю сообщение о том, что люди хотят купить Hyundai Creta, Kia Rio X-Line и разные автомобили. Селтасы. Вот такие более-менее, назовем их доступные автомобили, которые популярны в нашей стране. Что происходит на деле? Люди приходят к дилеру. Вот есть розничная цена автомобиля, например, 1.4 миллиона. Так ему говорят, вы купите машину по розничной цене. Плюс вы должны купить на 100-150 тысяч рублей дополнительного оборудования. Если вы посмотрите по рынку, вот этот вот список оборудований, то его можно купить примерно за 35-40 тысяч рублей. То, что вам предлагают за 100 тысяч. То есть, таким образом, дилеры зарабатывают еще 1050-60 чистых денег. Они видят то, что сейчас есть спрос, машин мало. Почему мало машин? Значит, из-за пандемии, вот эти два месяца, то, что были простои, сдвинулись сроки поставки автомобиля. Так происходит практически у всех производителей в нашей стране. Нас многих пугает тем, что по осени будет вторая волна. Раз, доллар, смотрите, сейчас растет, там уже 73-74, соответственно, цены вырастут два. И когда вы сейчас позвоните, вам скажут, лучше купить здесь и сейчас, нежели чем осенью, по совсем другой цене. Еще неизвестно, что будет. Отчасти, конечно же, правы. Никто не знает, что там в нашей стране ожидать по осени. Но, тем не менее, картина такая, что сейчас покупать автомобили подобного масс-сегмента, ну, вообще не выгодно. Потому что там накрутка идет, ну, как минимум, процентов 10 к цене. В лучшие времена, да, до вируса скидку можно было получить примерно 5%. То есть, если машина стоит миллион-полтора, это было 30-70 тысяч рублей в этом диапазоне. Так вам еще и подарков бы дали. А сейчас вы за все будете платить. Кому это надо? Я считаю, что это не самое выгодное условие. И что меня удивляет больше всего? Зайдешь почитать комментарии, денег нету, зарплаты маленькие, но при этом люди, кто покупают эти более-менее доступные автомобили, да, пациенты, приходят в салон и им говорят 100-150 тысяч доплачивайте, покупайте. Они берут, доплачат, покупают. Друзья, в этой ситуации просто нужно набраться терпения. Не идти на поводу у менеджера, который вам говорит, вот берите сейчас, дальше будет хуже, апокалипсис. Нет. Возьмите паузу. Август нужно переождать. Ну, вы, если пообщаетесь по душам со многими менеджерами, они вам сами скажут, что август это самый такой хреновый месяц. Вот я общаюсь с людьми, либо лично мне они тоже самое говорят, что, ну, блин, сейчас не самое выгодное условие. Вот осень, это будет совсем другая картина. Вот что делать и как быть, если вы хотите купить подобный автомобиль. Ну, давайте с вами посчитаем вместе. Я общаюсь с менеджерами, вот на чистоту выясняю, что, допустим, если сейчас не покупать автомобиль, а дождаться осени. Например, машина может прийти с каким-то подорожанием. Ну, какое подорожание будет на корейцев, теоретический автомобиль? Оно не будет там плюс 100 тысяч рублей. Это будет, что-то из серии 10-30 тысяч рублей. Хорошо, сегодня машина стоит 1 миллион 100 тысяч рублей. Возьмем для простоты счета эту цифру. Пусть вы дождались осени, вам машину предлагают по цене 1 миллион 130 тысяч рублей с подорожанием. Но вы поймите правильно, покупая машину сейчас, отдавая, да, за доп. оборудование, вы в любом случае денег переплатите гораздо больше, нежели чем вы месяц-два подождете, пришла машина. Когда машин будет больше, чуть-чуть подупадет спрос, да, либо же мы будем звонить, и в каждом салоне абсолютно есть машина, которую мы хотим, в нужном цвете, в нужной комплектации. Что будет? Будет переизбыток машин, соответственно, начнут по-любому делать опять скидочки. Таким образом, по осени наверняка, вот процентов 90 даю, что машину можно будет купить гораздо выгоднее, нежели чем сейчас, в августе 2020 года. Поэтому вот здесь мы с вами подводим итог. Если вы хотите купить абсолютно любой автомобиль, марка, модель, не важна, до полтора, ну максимум 2 миллиона рублей, лучше всего покупку перенести на осень, потому что сейчас выгодных предложений нет. И вот здесь начинается старая песня о главном. Вот смотрите, иногда вы говорите, ну ты повторяешься, зачем ты про это говоришь, уже все все знают. Люди заходят в интернет, находят официальных дилеров, в кавычках, которые предлагают, например, Hyundai Kretu, которая стоит полтора миллиона рублей за 850 тысяч рублей. В процессе диалога тебе еще дарят зимнюю резину, дарят кучу подарков, еще и билеты оплатят, приезжай, забирай. Вы уже поняли, что речь идет про неофициальных дилеров. Друзья, не бывает таких грандиозных скидок на такие популярные автомобили, где маржа там буквально 50-100 тысяч рублей. Никто никогда вам на Kretu 50% не скинет. Рассказы о том, что это автомобиль 2019 года, что закрывался дилер, мы у него его выкупили. В общем, вот это вот, знаете, вот это муть, чушь, бред, такого не будет. Поймите одно, что нужно смотреть цены только на официальных сайтах. Самая честная скидка, самая настоящая. Когда вы звоните, спрашиваете, сколько машина стоит по рознице, вам говорят, миллион двести. За наличку сколько будет скидка, вам говорят, ноль рублей, ноль, ноль копеек, или там 50 тысяч рублей. Вот это вот и есть правда. Trade-in, кредит, я про это уже неоднократно говорил, напоминаю вам одно, что это все индивидуально нужно считать. Бывает выгодно, а бывает крайне невыгодно. Прежде чем мы с вами поднимем планку выше, дойдем до премиума, давайте поговорим про автомобили, которые стоят примерно по цене от миллион семьсот до трех миллионов рублей. Сюда попадут Мазды 6, Тойоты, Камри, вообще в целом модельный ряд Тойоты, японцы, Шкода, Кодиаки. Ну вот я даю вам такую общую картину. Значит, по ним машин мало, все то же самое. Все подвозы должны прийти вот-вот на сентябрь-октябрь. На основании эту образовывается дефицит автомобилей. Сегодня найти Мазду 6 со скидкой, как это было раньше, там 1150-200 нереально. Найти Тойоту Камри со скидкой, как это было в июне-июле, там 1100-200, мы покупали эти машины, я вам про это рассказывал, показывал в инстаграме канала, нереально. Сегодня некоторые машины продают точно так же и серии. Вот есть розничная цена, плюс там 100-200 тысяч покупайте доп. оборудования, и машина становится ваша. Соответственно, это предложение невыгодное. Найти скидку можно, друзья, все это индивидуально может вам повезти, что вы куда-то пришли и вам скажут, окей, мы вам подскинем прямую, честную настоящую скидку. Вот за наличный расчет покупайте машину, будет. Но это сейчас, в августе, будет прям вау, какое вездение. Популярные автомобили типа ЦХ5, РАВ4, там вот будет вот такой вот мизер. Покупали машину в конце июля, там 30 тысяч, 40 тысяч, нашли одну машину ЦХ5, где была скидка минус 100 тысяч рублей и шины зимние, это было прям вау, реально было очень круто. Хотя прошлой осенью, да, 150-200, вот такие были, пожалуйста, скидки. Сейчас картина совсем другая. Поэтому вот подобные автомобили, которые я озвучил по цене вот в августе, ну, на самом деле, нет смысла дергаться, все бросать, быстрее-быстрее бежать ее покупать. Потому что на осень, сентябрь, октябрь, ноябрь машин будет больше, и вы сможете купить машину выгоднее. Ну, и мы подходим к дорогим автомобилям типа Мерседесы, BMW, Audi. Здесь картина, конечно, вообще печальная становится с точки зрения того, что я вспоминаю те моменты, когда мы покупали BMW 320, полный привод, дизель, либо бензин в М-пакете 2 литра по цене 2 300, 2 400, если это был дизель. Просто за наличку люди приходили, покупали. Сейчас эти машины предлагают по цене 2 800, и это считается вау, круто, при том, что розница у них 3 миллиона 100 тысяч рублей. То есть 300 тысяч вам скидывают, и вы забираете. Почему так происходит? Ну, в первую очередь, скачок произошел, цены на закупку автомобиля действительно выросли, соответственно, 2 300, 2 400 за третью серию мы уже с вами не найдем. Про пятую серию я снимал отдельный видеоролик, можете зайти посмотреть его на канале. На осень действительно машину можно будет купить 2 500, 2 600, базовую версию, 520 с задним приводом. То же самое с Audi A6, например. У них есть автомобиль там с передним приводом, который можно будет найти по цене 2 800, ну, тире там, 3 миллиона рублей. Возможно, даже ниже, чем 2 800, это все индивидуально. Интересная история происходит с Mercedes C-класса. Тоже автомобили продаются довольно-таки дорого, тоже все это выросло, но буквально на днях мы искали машину и нашли машину, думайте, аж с 2018 года, которая изначально была предназначена для европейского рынка. Там была небольшая сертификация с одной доп. опцией по этому автомобилю. Не важно, о чем речь. Суть в том, что машины привезли из Европы в Россию на продажу. Так, например, C-шку 2020 года в базе можно купить сегодня там за 2 миллиона 700 тысяч рублей, тире 2 800. Мы нашли автомобили 2018 года, которые гораздо богаче, и они продаются по цене там 2 350, 2 450, но это 2018 год. Подчеркну сразу, полное то, компания делает не то чтобы в подарок, а как само собой разумеется. И я прекрасно вас понимаю, что каждому из вас хотелось бы сейчас услышать конкретную информацию про автомобиль, которому присматривается именно он. Если это Kia Rio, то в определенной комплектации. Если это Sportage, то 2 литра с полным приводом, люкс. Если это Mercedes, то E-класса в определенной комплектации, ну и так далее. Здесь важно понять одно, что сейчас не самое выгодное время для покупки автомобилей, ну примерно в 70-80% случаев. Есть автомобили в определенных комплектациях, на которых можно еще добиться каких-то скидок. Но в любом случае, друзья, это кропотливый такой вопрос, и лучше его на самом деле отложить на сентябрь-октябрь. Я вот это хочу до вас донести. И поймите правильно, что все, что говорят по поводу роста цен, ну отчасти это, конечно же, так и будет. То есть рассказывать вам обратно, что не верьте, не будут цены расти. У нас цены растут всегда, даже когда идет полная стабильность с точки зрения курса доллара, всегда планово цены у нас постоянно поднимают. Да и не только у нас, а по всему миру. Но если это речь идет о масс-сегменте, никогда на Kia не вырастет резко ценник на 100 тысяч рублей. Что может произойти, например, с премиум-сегментом? Но как показывает практика, более богатые люди в такие скачки переживают точно так же, как люди, кто там покупает Kia Rio, например. Ну выросла она на 20 тысяч рублей. Да, это неприятно, это серьезный доход. Но тем не менее, люди покупают автомобиль. Поэтому набирайтесь терпения. Лето кончается, август лучше вам отдыхать сейчас, нежели чем бегать по салонам и покупать невыгодно новый автомобиль. Ну и в завершение, что я хочу сказать и какой вывод мы можем сделать. Про Lada сказали, про Audi сказали. В принципе, у кого там есть бабки на премиум-сегмент, кто готов покупать машину, вы пострадаете меньше всего. Захотите купить, единственное, с чем вы можете столкнуться, это с дефицитом, что желаемой вами машины, там, какого-нибудь X5 нету в наличии, что вы его здесь сейчас не купите. Все остальные тачки, которые более доступны для нас, ну серьезно, сейчас на них скидок просто-напросто нету. И это все временно. Поэтому бросать все там, пытаться бежать на поводу у менеджеров, думая, что вот сейчас не купишь, потом уже никогда не купишь. Все ты успеешь купить, никуда эти машины от тебя не денутся. Придет осень, навезут больше тачек, вы сможете найти свою, уже спокойно, никто вас дергать не будет, никто не будет вам навязывать доп-оборудование на 150-200 тысяч рублей. Так происходит, дилерам звонишь, они ведут себя и сели, слушай, миллион 250 стоит тачка, миллион 400 она уже с дупами, не нравится, до свидания, весь разговор, вот он официальный дилер, то есть никто не будет там пытаться вам объяснить, что вот здесь очень хорошие допы. Хочешь, бери, не хочешь, не бери. Кстати, допы навешивают пипец. Допустим, в 100 тысяч рублей у одного из дилеров входили ковры-салон-багажник на IKEA Cerato, сетка в решетку и сигнализация с автозапуском. Как вам такое? Удалось торговаться там кое-как до 65 тысяч рублей, но это все равно очень дорого выходит, если смотреть с рынка. Поэтому, друзья, вот такая картина. Я до вас донес самую полезную информацию, что на момент августа 2020 года лучше наслаждаться летом, хорошей погодой, гулять, отправляться на дачу, либо куда-то в отпуск, но уж точно не в салон за новой машиной, где вы тупо переплатите денег, где вас, простыми словами, на вас заработают, и вы создадите им дополнительную прибыль. Ждите сентябрь-октябрь, вот там ситуация должна быть лучше. В любом случае, я буду держать вас в курсе, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, что будет дальше, будем снимать, показывать, рассказывать по-честному, как это происходит. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Если вы совсем недавно покупали автомобиль за наличный расчет, напишите в комментариях, что это за машина, на каких условиях вы ее забрали. Будет интересно почитать, послушать вашу покупку. У меня на этом сегодня все. Высказывайте ваше мнение в комментариях. До новых встреч. Всем пока-пока.